Сегодня же президент принял с докладом ректора Академии Управления. Как отметил глава государства, каждый выпускник, который пройдет подготовку, переподготовку, повысит квалификацию или получит базовое высшее образование в Академии, должен быть востребован в системе госуправления. Ненужных людей с 1 сентября ни в Академии, ни в других белорусских вузах быть не должно. И эту задачу Александр Лукашенко поставил перед Геннадием Пальчиком. Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения, данные при назначении нового ректора в мае этого года. В частности, критерии при поступлении, кадровая политика по преподавательскому составу, обновление методик преподавания и учебных программ. Александр Лукашенко отметил, что с Академией Управления особый спрос. Это единственное высшее учебное заведение при президенте и главная кузница кадров для государственного аппарата. Изначая нового ректора, мы договаривались о том, что мы существенно обновим работу Академии Управления по всем направлениям. Чтобы долго не говорить, надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию в Академии Управления, был востребован. Нам не нужны там люди, которые просто пройдутся по Академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное. Это касается любого вуза. И за это в этом году будет спрос очень серьезный и с нового министра. Ну а с вас так. Вы сами понимаете, что единственное учебное заведение при президенте. И там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и нашему народу. Пусть это даже громко прозвучит сегодня, но это так. Академия Управления, согласно поручениям президента, уже провела серьезную работу по оптимизации всего образовательного процесса. Это следует из доклада ректора. В частности, с нового учебного года Академия не будет дублировать специальности других белорусских вузов и сосредоточиться именно на подготовке госуправленцев высокого профессионального уровня. Гарантией тому служит введенный конкурс на поступление. В текущем году он впервые касался и госзаказа. Также Академия скорректировала количество слушателей и студентов. Это связано с сокращением общего числа чиновников и управленцев в Беларуси. Уже приступили в заведении к формированию новых учебных планов, методик, методичек и образовательных стандартов под современный запрос государства. Естественно, речь идет также и о профильском преподавательском составе Академии, формировании научных школ в разрезе тех задач, которые стоят перед Академией, как ведущим учреждением высшего образования, готовящих управленческие кадры. Собственно говоря, вот такой комплекс вопросов по повышению квалификации, переподготовке и набору на первый курс, он уже частично реализован. Но на протяжении ближайшего времени мы, естественно, проведем мониторинг, мониторинг качества образовательного процесса с целью его усовершенствования. По итогам вступительной кампании учебного года в Академии управления будет проведен комплексный мониторинг и при необходимости внесены коррективы для качественного исполнения поручений президента и государственного заказа, заверил ректор.